Дорогие соотечественники, сегодня 17 сентября, день народного единства, нашего единства, единства белорусского народа, символом которого стал 1939 год, год воссоединения белорусских земель в границах единого государства. Само время, время глобального передела мира вернуло эту дату в наш календарь государственных праздников. Чем больше мы видим, как рушатся современные государства, как народы теряют родину, дом, традиции, тем пристальней сматываемся в историю родной земли, земли, которая тысячи лет назад встретила наших древних предков суровым климатом, научила держаться вместе, чтобы выжить и стать хозяином в своем доме. И мы понимаем, что по сути нет новых вызовов, нет неожиданных поворотов в истории. Есть забытые, старые уроки и угрозы. И есть защита, многовековой опыт, который научил нас быть вместе и в счастливые, и в трудные времена. На протяжении многих столетий белорусы были единым целым. Когда принимали христианство, когда держали удар германского Тевтонского ордена, когда сражались с французской армией Наполеона, когда обороняли свою веру, язык и культуру, когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь. Нам, белорусам, не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии, быть единой нацией. Жизнь научила нас. И многое могут поведать наши соотечественники, рожденные под польской оккупацией. Те, кто знают об опасности потерять родину и оторваться от семьи. Знают, что значит жить на родной земле, но быть изгоем в глазах привилегированных сограждан на долгие десятилетия. Они понимают, почему 17 сентября республика отмечала День освобождения трудящихся Западной Беларуси от польских панов. От оккупации, от гнета. Как бы ни менялось название, оно объективно отражало суть этого праздника. Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматическое время. Период расчленения нашей Беларуси пополам. Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны. Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной. Мы, белорусы, не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, нашу веру, землю, природные ресурсы, как умирали наши предки без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям. Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской. Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Богом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты, политиков, все эти годы жаждущих реванша. Пользуясь случаем, хочу сказать буквально несколько слов своим соседям, а точнее народам соседних стран, полякам, литовцам, латышам. Знайте, мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан, как это было всегда в истории. Белорусам чужого не надо. При этом помните, я обращаюсь к народам соседних государств. В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых на злобу линий. Она есть, эта линия, государственная граница. И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски, как это было в лучшие времена нашей истории. Но сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира. От мужа до мужа. И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка наша Польша, одна из первых, признала нацистский рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как получив, часть чужой территории сама была раздавлена с течением короткого времени своим же бывшим союзником. Эту страницу в истории ни в коем случае нельзя забывать нашим соседям. Осталась бы наша соседка на карте мира в принципе, если бы не советские воины. И если да, то в каких границах? Таким вопросом власти наших соседей сегодня не задаются. И продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях. Но зачем? Их нет. Они погибли. Ну пусть вы не цените их за освобождение своих земель. Но зачем ворошить старых? Пусть это как есть останется. Нет. Надо мечом и ковшом все перекопать, взорвать и уничтожить. Стереть из памяти то лучшее, что было в истории соседних государств. А мы снова делаем выводы. Поэтому сегодня, 17 сентября, в день начала судьбоносного освободительного похода к Красной Армии, мы отмечаем один из самых главных государственных праздников. День народного единства. Единства, закаленного в самоотверженной борьбе за свое национальное достоинство. Мы гордимся неизгибаемой волей тех, кто не покорился античеловеческому режиму. Тех, кто ушел под поле, вел освободительную партизанскую войну, сопротивлялся политике насильственной ассимиляции. Не было бы такого масштабного всенародного сопротивления, не было бы воссоединения белорусского народа в 1939 году в едином государстве. И не было бы современной, суверенной Беларуси, если бы не созданное условие для развития нашей нации в семье советских народов. Мы это знаем, мы это помним. Как тогда, так и сегодня единство для нас, единство для нас, главное условие сохранения и жизни нашего государства. А значит, вопрос выживания нас как нации. День 17 сентября это одна из трех исторических дат. Наряду с 9 мая день победы и 3 июля день независимости, которые дают нам возможность оглянуться в прошлое, чтобы крепко держать в руках свое настоящее и защищать будущее. Эти даты объединяют нас, современных белорусов, в стремлении защитить свою историческую память во имя мира на родной земле. Еще раз подчеркиваю, мы не агрессоры. Наш народ по сути не может быть агрессором. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать, но себя защищать. Будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль. Наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. Поэтому, какие бы внутриполитические события у наших соседей не происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать, мы самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями, Вагнера и так далее, мы не размахиваем и никому не угрожаем. Но вы же помните историю. Мы и тогда никому не угрожали, но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Мы учили и учим историю. И мы всегда будем готовы защитить наше Отечество и нашу землю. Обращаюсь сегодня к Беларусам. Обращаюсь сегодня к Беларусам. Как президент и главнокомандующий хочу вас заверить. Мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории не будет Беларуси. Потому что это невозможно. И если не дай Бог что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека Беларуса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы это будем делать, как я сказал, во имя мира на родной земле. Во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижения опыта и памяти наших героических предков. Дорогие беларусы, живите спокойно, не переживайте, растите детей, будьте счастливы, берегите родную землю и своих близких. С праздником беларусы, с Днем Народного Единства! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ